В современном мире отслеживается тенденция более позднего материнства. Успешные женщины часто заводят детей после 30, а то и после 40 лет. Врачи при этом настаивают на том, что в зрелом возрасте, как бы не заботилась о своем здоровье женщина, качество яйцеклеток становится хуже, что повышает риски невынашивания, а то и вовсе бесплодия. Никакие программы, никакой образ жизни, даже если женщина выглядит прекрасно, не изменит качество яйцеклеток и, конечно же, количество. То есть это процесс генетически детерминирован и заложен в организме женщины. То есть так или иначе это происходит. И поэтому эта программа отсроченного материнства – это прекрасный выход для женщин для того, чтобы получить желанную беременность тогда, когда им нужно, и, конечно же, родить здорового ребенка. Суть технологии заключается в глубоком замораживании клеток и тканей в жидком азоте с возможностью последующей разморозки и использования. Из каких же этапов состоит эта программа? Самый главный этап – это обследование пациентки для выявления заболеваний репродуктивной сферы и других органов и систем. Затем проводится стимуляция яичников. Это гормональная стимуляция, которая длится в течение 10-14 дней для того, чтобы получить наибольшее количество яйцеклеток, которые могут созреть именно в этом цикле. Дальше проводятся пункции, то есть забор яйцеклеток, зрелых яйцеклеток, яичников. Эта процедура проводится под наркозом, длится не более 20 минут. И далее полученные яйцеклетки криоконсервируются, замораживаются. И когда женщина уже определилась со своими планами, когда она уже готова родить здорового ребенка, проводится программа ЭКО. То есть следующие этапы программы ЭКО – это разморозка яйцеклеток, успешное оплодотворение и перенос инбриончиков в полость матки. Методика криоконсервации яйцеклеток сохраняет для женщины возможность стать матерью в подходящий для этого период времени. Только с помощью быстрой заморозки яйцеклеток мы можем провести эту программу. Этот метод криоконсервации яйцеклеток практически не изменяет качество яйцеклетки, поэтому это стало возможным. Ну и, конечно же, как я уже сказала, обозначилась проблема. То есть иногда возраст женщины – это как раз единственная проблема, которая ведет в бесплодие. И поэтому, конечно же, эта программа на сегодня очень актуальна. Социальные причины не единственные, из-за которых женщины прибегают к программе отсроченного материнства. Если предстоит медицинское вмешательство на репродуктивные органы или химическая терапия, тогда специалисты рекомендуют прибегнуть к программе. Это вполне для женщин доступно. То есть если женщина решила и определилась, что она запланировала ребенка не сегодня, а планирует лет через 10, через 5, и понимает, что к тому моменту возраст ее будет далеко за 30, то почему бы и нет, это доступно. Она приходит на консультацию, мы обследуем, определяем, что нет противопоказаний к стимуляции, проводим стимуляцию, как я уже сказала, это достаточно безопасный этап в программе ЭКО. И ее яйцеклетки хранятся здесь только, сколько ей необходимо. Она спокойно занимается, планирует свою жизнь, занимается своим здоровьем. И действительно, это реальность, когда она захотела ребенка, когда она готова к этому, она может запланировать, и это будет намного легче, проще. Оптимальным периодом для криоконсервации яйцеклеток считается интервал 18-35 лет. Хранение биоматериала может продолжаться по желанию пациентки от нескольких месяцев до нескольких десятков лет. На сегодняшний день процедура криоконсервации – это реальная возможность для некоторых женщин родить здорового ребенка.